Добрый-добрый-добрый день всем! У микрофона Друг, это студия игрокам ТВ, у нас Джоин Дота Лиг, шестой сезон. Команды не самых мощнейших скиллов, но в принципе тем интереснее. We are in the zone. Взяли себе супер-пупер Лейта, антимаг, который по идее должен в принципе убивать всех со Стали Киндом без разбора абсолютно. Как получится, не знаю. В прошлой игре у команды We are in the zone практически ничего не получилось. По фрагам там не столько важна ситуация, хотя и по фрагам они сгорели вообще в хлам, но по голде и по экспириенсу это был полнейший провал и фиаско. Может быть Уэйтс у них не пошла игра, а может в принципе Кингдом помощнее смотрится уровнем. Ну все лайны Кингдом выиграли, можно судить о том, что вроде как они посильнее. С другой стороны проблемы бывают у всех, как пишется в Доте при загрузочном экране у многих наверное. У всех бывают плохие дни, поэтому держите эмоции при себе. Ну нам можно, мы не из тиммейтов команды Уэйтс, можем флеймить, можем наоборот глорить за кого-то. Ну за Уэйтс, давайте глорить за Уэйтс. Все-таки ребята у нас в отстающих на данный момент. Первую катку они проиграли, проиграли очень сильно. Будем надеяться, что это в принципе первый и последний раз для них. Потому что с такой игрой, которую они показали, там далеко по турниру не продвинуться. Еще раз напомню всем, кто у нас первый матч не смотрел. Это сингапурские команды, у нас сингапурское дерби. We are in the zone имеют офигительный логотип, у Кингдом не такой красивый. Ну и нигде его и нет, кстати. Вы видите, по вопросам организационным, по вопросам наружной рекламы, вообще пиара какого-то и подходу к делу, у команды We are in the zone все очень даже мощно. Еще бы человек пять, умеющих играть в доту в коллектив, цены бы им не было вообще. Ну, все надежды здесь на антимага в принципе. Антимагу должны создать пространство для фарма. Здесь есть Акс, здесь есть Вич, Доктор и Андайн, которые могут очень сильно накалять своих оппонентов. Причем не самых живучих оппонентов. Леон, Лина, та же Дроу Рейнджер вместе с Квапой. И удивительно, что команда Уэйтс отдала в пик Абаддона. В прошлой игре Абаддон позволил всего лишь четыре раза за весь матч умереть команде Уэйтс. И там действительно львиная доля данного успеха принадлежит исключительно Абаддону, в котором играет Desert Tiger у нас. Ну что, Дроу Рейнджер. Закрывают у нас на мидлейне Уэйтс. Серьезнейший вообще мув на мидлейн. И дальше Мумии за... Дровкой. Первый фраг для команды Уэйтс. Сюда идите. Мы умеем играть. Отличное начало для команды Уэйтс. Развалили у нас Дроу Рейнджер. Причем на самой ранней стадии. Лихонки в панике теперь. Непонятно, как он вообще на лайн отправится. Что теперь делать? Нет, все-таки отправляется. Еще и в соло отправляется. Здесь его ждет та же Трипла. Здесь тебе и Undying. Здесь тебе и Вич Доктор. Ну что, может быть даже загонят у нас мейнкерри команды Кингдом. На мидлейне. Unhappy I Happy в прошлой игре на ДК играл. И было у него все великолепно. Стоит против Templar Assassin. По пику сейчас команда Уэйтс мне больше гораздо нравится. Templar Assassin, которая стоит против Лины. Поэтому, по факту, Refraction избавляет от любой боли Templar. С руки Лина, если будет настреливать, это не так много. Но Refraction, который половину спелл, да половину все спеллы Лины будет у нас блочить. Это, согласитесь, невероятный плюс. На сложной линии. Команда Уэйтс тоже должна неплохо выглядеть. Все-таки они забрали ФБ на дровке. У них есть очень хорошая, вообще мультифункциональная дабла саппортов. Здесь тебе и Undyne с тамбой, который подсловит. Здесь и Vigi Doctor, который касками позволит под тамбой подольше постоять команде Kingdom. Этой дабле из Лиона и дровки. И не очень живучая дабла на топ-лейне у команды Kingdom. Абадон у нас проседает по ХП на сложной. Здесь опять сложный Queen of Pain. Прошлая игра повторяется. Там тоже была Квапа и тоже был Абадон на сложной. Ну, представить, что команды изучают друг друга в шестом сезоне Join.Dota и Лиги, в принципе, турнира третьей градации, сложно мне. Вряд ли изучают друг друга. Там особенно не поизучаешь. Да и я попытался перед матчем посмотреть по этим командам. Инфу нарыть какую-то по минимуму абсолютно. Кроме того, что команда из Сингапура. И что у команды Уэйтс поинтересней логотип. Ничего не нашел. По фарму. 10 на 4, тем не менее. На хэппи-ай хэппи. 6 на 3 идет у нас GreenW на мид-лейне. В сложной Квапа идет. Со счетом 9-7. В легкой... Кто здесь в легкой? В легкой у нас здесь антимаг. Антимаг идет со счетом 1-0. Ну и вот здесь недоработка. Команда Уэйтс прекрасно понимает, что антимаг не должен идти со счетом 1-0. Это плохо. Но при этом ничего не делает. Акс у нас дальше за Леона. Вместе с Андайингом. Леона забирают. 2-0. Впереди команда Уэйтс. На лохэппи здесь дроу рейнджер. Можно ее забирать. Каски через 5 секунд. Сбивают в итоге Афотик Шилд. Можно заходить. Все могут заходить. Здесь всех ждут. Дикей у нас по дровке. Дровка в таверну. Еще и Десерт Тайгер здесь останавливается. Ну и минус 2 в этом файте делает команда Уэйтс. Акс ничего не боится. Дальше. Где Каски. Каски через 9 секунд. Маны правда не хватает. Отпей. Ботлом можно отпиваться. Не юзает у нас в итоге Витч Доктор Кларити. Сейчас можно бы уже и проюзать. Перемещается на топ лейн дроу рейнджер. Здесь же у нас Леон. Ну начало более-менее серьезное для команды Уэйтс. Не считая абсолютно провального антимага на легкой линии. Который идет со счетом 2-0. На мидлейдинг. Темпларка 14 на 7. 12 на 4 лина. И Темпларка в себя пришла. Так Акс у нас умирает. В итоге Леон на ЛОХП. Тамбу ставит у нас Андайинг. Очень крутой мув. Обычный конечно, но крутой. Все. Андайинг поставил Тамбу. Сейчас в принципе еще и пачку крипов заберут здесь. Ну и дальше драться. И дальше все в принципе получается. Через сколько будет Дикей? Через немножко совсем будет Дикей. Можно попробовать пофайтиться. Ну Вич Доктор в итоге отдают. 5-2 остановится счет. Андайингу лучше отсюда валить. Акс уже у нас на сложной линии. Он уже может подсейвить если что Андайинга. Дикей есть. Поэтому тут поддамажить не проблема. И выходит из-за дерева у нас тут Акс. Подстопить. Подбить по хребту. Немножко Абадона. Ну и отходит отсюда. Транквил Буцы уже есть для Акса. У Абадона. В это время ничего вообще у Андайинга. 1250 на руках. Чужой Арон Брэнш. Плюс к скиллу. Ну по фарму неплохо в принципе Андайинг себя чувствует. Так еще бы неплохо. 3-0. Келлинг Спри для Андайинга. И ФБ забрал. Да все что можно было забрать забрал. Темплар Ассасин. 19 на 9. Лина в это время 13 на 4. У Темпларки уже есть Блэйдс оф Атак. Бутс оф Спид. Совсем немного до фазов остается. У Лины в свою очередь. Ничего кроме Батла и Бутс оф Спид не имеется. Ну и внизу у нас Антимаг. 10 на 5. Хоть как-то Вио смог насобирать. Себе крипов. Перемещается Дроу Рейнджер на нижний лайн. Пришла Аквапан на топ. Как я понимаю да. Сказала что там абсолютная халява. Внизу иди туда. Иди фарми. Потому что наказывали дровку. Как с ФБ повелось. Так и дальше длилось все. Но и Вио при этом умудряется фармить. Дроу Рейнджер не такой опасный. В принципе здесь герой против Антимага. При том что Антимаг 5 левела. А дровка только-только берет 4. И тут Вио может еще и развалить в итоге дровку. На 6 левеле точно без вопросов. Андайн. Уже Тамбу приготовил. Уже Тамба 2 левела. Просто подставьтесь. Каски если полетят у нас от Вич Доктора. Минус 2 я думаю точно сделают. По фарму. Внимание. Уэйтс на 2000 опережает своих оппонентов. И по экспириенсу 750 тоже для них. В любом случае в абсолютном плюсе. Т1 по топлейну. Подпушивают. Я понял чего не хватало команде Уэйтс. Не хватало поддержки. Поддержки от меня. От вас. От всех нас. Не хватало поддержки и веры в эту команду. В прошлой игре как-то слабо в них верилось. А теперь я думаю что ребята могут дотащить. Может даже и не в скиле было дело. А просто неожиданно плохо для себя сыграли. Ну и мы. Первый матч который видели был не ахти от команды Уэйтс. Дальше на топлейн. Давят. Есть Акс. Есть Вич Доктор. Собрать всех вокруг. Поставить Тамбу. Дикей. Солрип. Все. В принципе решается вопрос элементарно. У Акса уже 1050 есть на руках. Смещается на мидлейн у нас. Файрвел. Файрвел. Здесь Грин Даблью на миде продолжает фармить. Потому что. Потому что Квопа где ты? Потому что Квопа у нас на топлейне. Мидлейн оставили на фри фарме. Темплар Ассасин. Темплар Кавсоло стоит на мидлейне и фармит. Без оппонента вообще. Фри фарм на миде. Такое поискать еще надо. Ну наконец-то прилетает сюда Лина. Рефракшн на Темпларке. Удар с Мэлда. Еще один удар. Ну в принципе Лину можно и забирать. Ну все. Сразу 3 ТП сюда. Лину подстопили. Рефракшн через секунду. Хекс пошел по Грин Дабл и будет до конца здесь бороться. Ну скорее всего умрет здесь. Ну да. Не спасешься особенно. Все что можно было влить вливает в Темпларку. Она еще живет. Минус Темплар Ассасин. Андайн подошел. Тамбу поставил. Ну это ненадолго. Там буква пар разваливает. И Киллинг Спри для Лиона. Даблкил в этом файте. Андайн тоже умудрился отслиться. Счет становится 5-5. По голде 1100. Поднимает Киндом. По Экспириенсу поднимает тоже 1000. Вейтсу у нас выигрывали 2.5. Теперь 1800. По экспе Киндом уже впереди 250 для них. У Акса 1600 на руках. Уже имеется. Поэтому Аксу не сложно здесь в принципе на даггер выйти. Его особенно никто не напрягает. Да, была одна смерть. Но потому что сам лес куда не просит. Сейчас у Акса в принципе пространство для фарма имеется. У Антимага в это время. К 10 минуте может насобираться Персеверанс я думаю. В принципе и ПТ тут доделать есть смысл. Ну Вио оставляют на фрифарме. Темплар Ассасин на фрифарме была на миде. Теперь на легкой линии. Антимаг у нас на фрифарме. Всего по чуть-чуть. И Ring of Hells приобретает себе антимаг. Все это разумеется для Battle Fury и дальнейшего фарма. Не знаю тут как пойдет. Я смотрю команды не очень стабильные. Если начинают сливаться то уже по полной льются. Акса пытается у нас здесь поймать. Через Ростару второго левела. Ставит Тамбу у нас. Андайн дальше за FXFZ. Бэйби Ли на Андайенге. Еще дальше за Леона. Ну мумий куча здесь. Демэджа наносят прилично. Достаточно немало вообще. Бэйби Ли ловит стан. Акс у нас разваливается. Дроу Рейнджер где ты? Дроу Рейнджер у нас погибает. В итоге дальше погоня от Грин Даблью за Десерт Тайгером. Есть Трэпа. Трэпу под ноги. Ну и скорее всего Абаддона здесь заберет. Ланая нет. Так не случилось. XFZ застопил нас Грин Дабл. И бежать дальше смысла никакого. Сейчас еще и надамажит здесь. Конпаку Десерт Страйк есть. Пошел Десерт Страйк. Ой Десерт Страйк. Шадоу Страйк. За мидером команды Вейдс. Ну погоня уже в принципе бессмысленно. По итогу этого файта Кингдом вытащили на себя много героев команды Вейдс. И забрали поочередно каждого из них. По золоту должны уже в принципе Вейдс проигрывать. По экспириенсу они уже 600 отстают. У Акса 1850. Умудрился два раза уже слиться здесь Ти Алексир. Ну по золоту Вейдс все равно держится еще в плюсе. Тысяча для них по голде. По экспириенсу 500 отстают. Не критично. В прошлый раз на 10 минуте они проигрывали 10 тысяч голды. Сейчас в плюсе на одну тысячу. Ну согласитесь разница ощутимая. Лина собирается у нас в Юл. Уже есть Афа Физерд и есть Эйж Маск. И осталось нас собирать на Войт Стоун и Рецепт. Поэтому еще в принципе чуть больше тысячи надо линии у Темпларки. Уже есть 1900 на руках. 350 остается до Даггера. Даггер у Темпларки будет. Даггер будет у Акса. Поэтому можно файтиться. Unhappy I happy. Разваливается здесь Атлины. Удар из Мелда второго левела. Теперь уже Мелд третьего левела. А дальше просто с руки настреливать. Фейсбутцы были. Теперь есть еще и Блинк Даггер. Темплар Ассасин становится серьезным оружием. Вообще по фарму он мне кажется на первом месте. Так и есть. По нотворцу 5000 для нее. 3700 у Лины. Квапа у нас 3600. И антимаг тоже 3600. Что-то да выформил. Антимаг рвается у нас на лихонки. Дальше GreenW за ним. Трэп под ноги. Подстопил здесь XFZ через подкок. Вио дальше за Квапой. Квапа разорвало ее просто. XFZ тоже в принципе на лоу хп. Здесь ульта пошла от Вио. Минус 2 уже делает команда Вейтс. GreenW танкует. Все что только можно танковать. На лоу хп здесь в итоге находится дроу рейнджер. Трэп под ноги. Антимаг должен забирать их. Дабл килл от антимага. Еще один килл от мидера команды Вейтс. Ну и Кингдом понесли. В смысле игроки команды Вейтс понесли команду Кингдом. 2200 по экспириенсу в этом файте. И 1500 по золоту для команды Вейтс. По голде они уже 400 копейками выигрывают. А по экспириенсу 3000. Чего так разобрались. Ну GreenW вообще ничего не боится. Еще один дар в мидера команды Кингдом. Минус Лина. Доминейтинг для Templar Assassin. 4-1-1. Деньги текут рекой. Подхаст стой. Дальше за компаку. Быстрее валить отсюда. Templar Assassin через даггер за компаку. Уворачивается от подкопа. Еще пара ударов и в принципе умрет здесь Templar Assassin. Разваливает ее и XFZ. Не пожалел Finger of Death. И правильно. Слишком буйная у нас была Templar. Надо было что-то с ней сделать. Умерла у нас правда квапа здесь. И Лина пораньше умерла под Тауэром. Ну и Templar Assassin тоже отправляется в таверну. Кингдом здесь немножечко отыграли. Но это несущественно. В это время у Акса есть даггер 670 на руках. У Вич Доктора ничего в принципе по артефактам не имеет. Ну и у Ондайнга 1200 на руках. Стараются Ондайнга развалить здесь. Получается. Каски ловит у нас с XFZ. За ним дальше Акс. Берсеркер колл в никуда. Ну и разбегаться. Кто куда. Через секунду даггер. Все. Улетает отсюда Акс. Супер затяжные файты. Супер неровные. Но при этом супер затяжные файты. Потеряли немного преимущества вейтс. Ну в принципе в районе 5 держится. 3500 выигрывают по экспириенсу. Тауэр здесь сильно битый. У Антимага уже есть Персеверанс. Есть у него 1000 на руках. Поэтому 1600 еще и будет БКБ. У Акса программа минимум выполнена. Осталось Вангвард. Только насобирать. Дальше Кримзонгвард. И дерись не хочу. Тут пайп очень нужен на самом деле от Ондайнга. По-моему в это он и выходит. Есть уже на Хедреску. Все необходимое. Ну и есть. Немножко золота осталось. Точнее до Хедрес. И до Баклера. Ондайнг сначала. Соберет Мекку. Аркан Бутсы уже есть. Есть вариант, я думаю, на артефакт под названием Гвардиан Гривс. Интересно, когда все эти названия можно будет запомнить уже. Синие тапки. В которых Мека. В которых Аркан Бутсы. Которые дают крутейший ХП реген. Когда у тебя меньше 20%. 15 ХП реген. И 15 дополнительных дефа. Когда в зоне действия Ауры. Находятся тиммейты. У которых. Менее 20% ХП. Короче для Акса. Прям вообще чудо из чудес. Агри на себя. Всех на лоу ХП. А дальше. Этот Гвардиан Гривс. Чудеса сотворит. С командой соперников. Такие чудеса. Которые им точно не понадобятся. Утемпларки. 1500 уже на руках. Есть вариант. Я думаю выйти. В дезолятор. Чтобы по быстрому разбираться. Со всеми Грин Дабл. Никаких БКБ здесь не нужно. Мне так кажется. Уэйд сдавят. И надо давить дальше. Нечего собственно ждать. Ворвался с Леона. В Леона дал два удара. Леона нет. Леон у нас Даггераут делает. Вот Эмплар Ассасин. Из Молда. Через Дезолятор. Кого угодно здесь будет сваливать. Дроу Рейнджер. С ПТшкой. С двумя рейсбендами. Мордип маски есть. Тоже для лихонки. По демиджу все в принципе хорошо. Не считая того. Что нет 11 левела. До сих пор на 16 минуте. У Дровки. Которая стояла. И фармила легкую линию. А потом фармила. В соло нижнюю линию. Лихонки немножко подтупливает здесь. В принципе это более чем заметно. Первые два места для команды Уэйдс по фарму. 6-100 у антимага. Он уже на 1000 опережает Unhappy. И Грин Даблью 6500. Тоже на 1300 опережает Unhappy. Абадон Данай Тауэр на мидлейне. Акс врывается у нас. Куда? Никуда у нас Акс не врывается. Это Undying. Акс не добежал. Соник Вейв от Квапы. Минус Undying. Дальше погоня здесь за Unhappy I Happy. Еще один удар. И минус Лина. Десерт Тайгер. Готовился подходить. Там уже позже без вариантов. 2-200 на руках у Темплара Сасси. Акс быстренько на XFZ. За ним можно врываться. Но здесь Акс в принципе догорает у нас. Акс агрит на себя двоих. Дезвард пошел от Firewell. Ульта пошла от Абадона. Тут нормально подхилился. Ультой готовится Темпларка ворваться. В принципе можно Абадона сливать. Врыв пошел в Абадона. Один удар, второй. Ну а Фотик Шилд свое дело сделал. Теперь в Леона. Темплар Ассасин вообще фиолетово. Кого здесь бить. В это время появляется Battle Fury для антимага. Напомню. В его вообще у нас в файтах практически не участвовал. Единственный файт внизу. В котором он принимал участие. И все. Все остальное время он фармил. 17-ая минута. Появляется у него. Battle Fury есть ПТ. Есть Пурмен Шилд. Теперь можно и лес пойти пофармить. Темплар Ассасин убивает у нас Дроур Рейнджер. Все это на секрет шопе команды Киндом. Вейтс немного потеряли преимущество по золоту. По экспириенсу тоже. Ну потому что подфидели. И они продолжат так. Лина у нас горит. Где? Это все на нижнем лане. Лина. Лагуна Блейд. В Акса. Акса развалили. Ну и от антимага. Мановоид. Здесь в принципе есть. В кого впуливать мановоид. Лина если дает ульту. То первая цель для антимага вообще. По голде вейт. 4 тысячи по экспириенсу под 4. 3,5 где-то от них. Клопа выходит у нас в Аганим. Йоу Мукум Паку. Уже собрал себе поинт бустер. Леон у нас с Даггером, Транквил Бутсами и 800 голды на руках. У Андаинга есть Баклер. И где твоя Хедреска? Хедреска лежит в Курьере. Теперь Хедреска. Хедреска как лежала в Курьере, так и лежит. ТПшка просто прилетела у нас. Так, где-то я видел, где-то я видел Дезолятор. Да, Дезолятор у Темплар Ассасин. Стэша теперь в руках. Теперь смотрим, что будет с командой Кингдом. Я думаю, одного удара из Молда хватит. Темпларки, чтобы, например, снести 768 хп-шную Лину. Ну, квапа немножко пожирнее здесь. Дроу Рейнджер тоже, в принципе, первый пассажир на таверну. Ну, Абадон покрепче. Леон. 700 хп. Леону просто подставься вообще под Лину. Ну, во-первых, здесь 200. Во-вторых, с руки 160. В-третьих, Дезолятор, который режет урон. Режет деф, точнее. Проблема у команды Кингдом. Сейчас вы увидите, насколько они велики. Врыв пошел на Лину. Ну, у Темпларка просто один удар. Лина без хп вообще. Удар из Молда, это все элементарно. Темплар Ассасин намного сильнее сейчас, чем любой герой команды Кингдом. Собираешь БКБ, вообще никого не ощущаешь сквозь БКБ. В составе команды Кингдом никто и ничего не бьет. Лина у нас. Не скоро выйдет в Аганим. Все остальные бьют. Сквозь БКБ не бьет. Ну, два удара по Дроу Рейнджер. Дровку развалили. Дальше у нас Дезвард. От Вич Доктора. Еще один удар по ХФЗ. Вио дарезает его. Минус три уже делают. А Абадон отлетает. У нас в таверну. Даблки лот. Грин Даблью. Минус четыре в одном файте. Потеряли Акса. Ульта от Андаинга тут. На самом деле зарешала. Во-первых, и подсловили. Во-вторых, там БАУ очень даже удачная. Вообще, Андаинг у нас на ура отыгрывает в этом матче. Нет, и тебе не Бэтрайдер. Прошло матчевый, на которого больно было смотреть. Ну и все. Возвращаются к своему делу игроки команды Вейтс. Это для Темплар Ассасин, я думаю, Айгес. Хотя и Антимаг тоже может забрать. Нет, Темпларки отдают. Антимаг, в принципе, сейвово у нас играет. Не подставляется, поэтому не обязательно ему. Владмир появляется для Антимага. Есть Баттл Фури, есть Пауэр Трэдс. Улан Най в это время 2000 на руках. Есть Дезолятор, Айгес и Блинк Даггер. У Акса уже есть Роупов Зе Мэджи, Чейн Мэйл. И 1000 с копейками на руках. В принципе, будет сейчас Блейд Мэйл для Акса. Дальше Кричи, не Кричи, Квапа или Бейдровка, или Вагуна Блейд от Лины. Что вообще станет огромнейшим абсолютно преимуществом. Подкоп от Икс ФЗ. Ну, Акса Маным миллион вообще. Агрит на себя Леона. Поднимает его в ветра Unhappy I Happy. Рассказ. Что? Я такого просто не видел. Ветра поднимает ли... Ну да, ошибку свою исправила 100%. Поднимает ветра Акса и дает Light Strike R где-то на две фигурки правее. Не под Еул, куда безусловно приземлится Акс. Безусловно. А немножко правее. Что это? Как это называется? Вио у нас разваливают. Еще и за фейерволом побежали. От Леона подкоп не точно. Меледикт и Дезвард. Будут Леона стараться выхилять? Должны в принципе. Ну и Дезвард здесь в итоге убивает почти Квапу. Квапа на лоу хп отсюда. Мумии за ней. Квапа, беги. Ай-яй-яй-яй. Не получилось. Квен оф Пейнт на 30 хп у нас в итоге выживает. Десерт Тайгера здесь ловят. Должны убивать. Дикий по Леону. Ну здесь никуда у нас Десерт Тайгер не должен уходить. Меледикт еще и на нем. Ну все. Развалили. Денается Абадон. Грин Дабл уже здесь. 2800 у него на руках. Я думаю, что в криты можно выходить. Темплар Ассасин вообще смело убивать ее по факту здесь не смогут. У нее нормальный левел 16. У нее рефракшн, который позволяет Даггеру не сбиваться толком. Поэтому улететь из любой неприятной ситуации получится. Ну и все. Собирай криты и выноси команду Кингдом. По голде Уэйтс выигрывают 8000. По экспириенсу тоже восьмерка для них. На нижний лайн перемещается команда Кингдом. Готовы файтиться за собственный Т2. Здесь в четвером игроки команды Уэйтс находится Антимаг на топ-лей. Не по нему попинговали. По-моему, игроки команды Кингдом. Антимаг уже приобретает себе Яшу. Готовится выйти в Манта Стайл. Ну, по классической схеме. У Грин Даблы 3800 на руках. Сейчас будет. Даже больше. Нет, не больше. Даже меньше. Мека есть у нас для Андаинга. Всего, в принципе, достаточно. И можно поэтому файтиться. Темплар Ассасин не добивает у нас Тауэр. Аквапа динает в итоге Т2 на нижнем лайне. Уже два Тауэра за динаили игроки команды Кингдом. Темплар Ассасин перебитает себе БКБ. Сейвовый артефакт, чтобы больше бить файта. В итоге на мид лейне ловит у нас Вио. Лагуна Блейд в него. Антимаг переживает Лагуну Блейд. Но больше жить не получилось у него. БКБ в стэшиль же. Тут Темплар Ассасин. Почему Курьер не работает? И почему не положить в Курьера? БКБ, видимо, Темпларка в соло решила сходить за ним. Ну, классно. С другой стороны, зачем гонять Курьера, если можно пешком ходить на базу? Полностью в этом вопросе ее поддерживаю. По золоту вейтс 8. Чуть меньше по экспириенсу 6 тысяч. Для Темплар Ассасин ничего здесь серьезного. Игроки команды Кингдом никакой серьезной угрозы не представляют. Он хэппи-хэппи. Поднимает себя в ветра. Ну и здесь просто встречает Темпларка. 290 из Молда. Ждал, когда приземлится Лина. По таймингу. Простейший удар. Развалили в итоге Лину. Мэджик Вон продает себе Темпларка. И принеси ты себе этот БКБ. Это же смешно просто. Блэкинг Бар есть в стэше. Его до сих пор нет в Курьере. Темплар Ассасин 3 минуты назад его собрала. До сих пор не может принести. Мэджик Вон продает. И потом думает. А зачем я продал Мэджик Вон? Что-то я хотела сделать. Что-то надо было сделать. Что-что-что. Вроде как сообразил у нас в итоге. Грин Дабл Юм. Нет, не сообразил. Посмотрите, куда Курьер бежит. Курьер идет Вич Доктору. Он Вич Доктору Глимин Кэп несет. Это такой артефакт, который делает невидимым. Ваз или союзника спустя 0,4 секунды. А также дает цели 66% шанс к сопротивлению магии. Можно использовать во время произнесения заклинаний. Это обезопасит себя во время каста Дезворда. Теперь это делается так. По голде, по-моему, 1900. Да, 1950 стоит эта ерунда. Глянем, как работает эта на Вич Докторе. Ну, 66% МДФ это серьезно. Это очень даже серьезно. Здесь Худ оф Дефенс 30% дает. А здесь 66% один артефакт. Да, никакого ХП регена, ничего такого. Но инвиз, согласитесь, тоже неплохо. Артефакт в любом случае полезный. Вейтс по голде выигрывают 8 тысяч. По экспириенсу тоже 8 тысяч. Какие-то... Какие-то... Серьезные цифры. Какие-то важные, видимо, эти 8 тысяч. Никак с них сдвинуться не может. Ни в одну, ни в другую сторону, ни одна команда. Появляются Гвардиан Грифс на Андайенге. Агрит на себя Абадона у нас Акс. Абадон, наверное, в соло уходит отсюда. Нет, удар из Мелда. Сбивает сразу же Афотик Шилд. Ульта пошла у нас от Десерт Тайгера. Но это один удар. Или даже не удар, а Каллинг Блейд от Теликсира. А что, в принципе, думать? Есть Каллинг Блейд? Узай Каллинг Блейд. У Темплар Ассасин уже есть Яша. Наверное, будет Манта Стайл. У Антимага. Накопились деньги на... Где это? Где это? Где это? Это, наверное, в Секрет Шопе. Где же еще? Да, вот здесь у нас Курьер и умер. Жалко. Правда, пустой Курьер, но тем не менее. Команда Кингдом и так у нас проигрывала. Еще и такой подарок сделать Уэйдсом. Это слишком. Так вот, у Антимага до Манта Стайла осталось всего ничего. Темплар Ассасин тоже уверенно выходит в Манта Стайл. Но здесь есть и так серьезные артефакты наступательного плана. И тебе Дезолятор, и Блинк Даггер, и Фейс Буцы, и БКБ. Темплар у нас будет врываться в любой файт и будет чувствовать себя там, в принципе, комфортно. Ундайинг на топ-лейн. Дровка здесь в соло. Вообще втроем, даже в четвером, игроки команды Уэйдс под смоком. Антимаг сюда приходит. Ну что, готовится файт. Агрит на себя у нас Дроу Рейнджер. Развалили дровку. БКБ от Грин Дабл. Просто приди хоть кто-то. Через 3 секунды будет Даггер. Грин Дабл сразу же трэп под фонтан, чтобы видеть, кто подходит. Хекс пошел в Грин Дабл. Лагуна Блейд и ульта от Квапы. В итоге Лина забирает у нас Викед Сикс Трик с Темплар Ассасин. По итогам файта Лина поднимается на 890 по голде. По экспириенсу 983 здесь все получили. Дезвард пошел на соло от Вич Доктора. Он еще под Глимер Кейпом здесь. Минус Лина. Вио может уже себе позволить подраться наравне со всеми серьезными ребятами команды Кингдом. Дальше Акс на XFZ. Ну, здесь минус сторона. Дальше, наверное, минус еще одна сторона. Все хили у нас Вич Доктор есть. Если что, урнов Шадоус на кого угодно бросай. Ну, в принципе, все игроки команды Вейтс фуловые здесь. 1080 по голде, 4300 по экспириенсу. В этом файте топ падает. Ульта от Квапы по андайнгу и по антимагу не больно вообще. Опять все фуловые. Милишный барак сыпется. Теперь за оранжевый можно взяться. Оставлять нет смысла. В общем-то, тут не проседает команда Вейтс вообще. Пока нет Леона, пока нет Лины. Да и... Когда Леон и Лина будет, можно будет попробовать и на них ворваться до того, как они зарядят в тебя что-нибудь. Темплар Азасин покупает себе Сенжин Яшу у антимага. 2900 на руках после Манта Стайра. Антимаг на первом месте по фарму. Еще бы! 30 минут фармить вообще, не подходя ни к одному лайну. Еще бы он не был на первом месте. Сразу репорт полетел бы. Сразу репортел бы. Ну что, готовится драка у нас на нижней руне. Пока никто не подходил особенно ни с одной стороны, ни с другой. Но видно, что переминаются с ноги на ногу игроки. Поэтому файт где-то должен быть. Погоня за Дроу Рейнджера. Это под Афотик Шилдом. Без Афотик Шилда. Удар. Еще удар. Еще удар. И вот на XFZ врывается у нас в итоге Грин Дабл. Акс забирает этот фраг. Леон отправляется в таверну. 32,5 минуты сыграли. 16000 по золоту вейтс. И по экспириенсу тоже 16 вейтс. Роха падает в это время для команды вейтс. Ну, Кингдом, в принципе, эту игру не играют. Они ее доигрывают. Тут немножко им осталось. Я думаю, вейтс должны додавить. И извините, конечно, меня. Все фанаты вейтс. Вся эта многочисленная армия фанатов команды вейтс. Сингапурского. Это чудо дотовского. Огромнейшие глыбы просто на поприще профессиональной доты Сингапура. Потому что я флеймил их в первом матче. И более-менее... Ну, не более-менее, а достаточно иронично относился к ним в начале этой игры. Вот. Ребята на самом деле в порядке. Может, это Кингдом не очень. Конечно, контракт им никто не предложит после таких матчей. Ни одной команде, ни другой. Но, с другой стороны, комбу свою реализовали. Игроки команды вейтс. Undying очень сильно мне понравился на ранних левелах. Прям молодец. Все на ура. Все по-профессиональному. Ворвался, поставил томбу. Саксом все это великолепно получилось. Дровка в этой игре мне не очень. 0.9 дровки не должны быть. Если должны быть, то... Не на профессиональном уровне. Дроврэнджер 0.9. Вроде и по артефактам все хорошо. Есть Сэнджин Яша. Есть Огрклаб. 130 с руки. 16 левел. И 0.9 дроврэнджеры. Апотик Шилд есть у Абадона. Есть кому засловить, застопить. Хоть настилило бы один фраг. Нет, не получается. Дроврэнджер у нас честный. Она фраги не стилит. По золоту 17 вейтс. По экспириенсу абсолютно так же. Командоваяц уже должна заканчивать эту игру. В принципе... Чуть здесь особенно... Переименоваться с ноги на ногу. Можно зайти на хэкграунд. Развалить любую сторону. Но вверх у нас уже развален. Мидлейн та же история. Скорее всего, подойти особенно не получается. Теликсер здесь не подпускает никого. У Темплар Ассасин тоже и хп много, и дэмэджа много. И Аэгис в ней, и БКБ есть. Темплар Ассасин может идти дальше файфайтиться. Ну что, Гвардиан Грифс провязал у нас. Андаин. Смотрим на хэпэреген. А что хэпэреген? Ничего хэпэреген. У всех все в принципе хорошо. Ну что здесь? Дополнительная аура. Два брони. Четыре хпэрегена. Ну, никто сильно не просел по хп. Так вы посмотрели. Вот теперь Гвардиан Грифс нужен. Он больше нужен был команде Kingdom. Скорее всего, отправят у нас в таверну еще и Абадона. Под тамбой здесь Абадон прогулялся. За ним куча мумий. Ну, еще один удар от Темпларки. Минус четыре делает команда Уэйдс. Трипл килл от Грин Даблы. Где ГГ? Не пишут ГГ Кингдом. Гордые. На Т4 сразу же должны убивать. Здесь Т4. Понятное дело, что Уэйдс в данном матче намного сильнее. Это и по золоту, и по экспе. Видно. Поэтому. Что поэтому? Поэтому. Поэтому 1-1 заканчивается данная игра. Ну что, поздравляем команду Уэйдс. Они не такие донные, как мне показалось в начале. Совершенно не такие. Верн Зе Зону надковыряли очень много лиц в этой катке. Могли и пораньше закончить. Ну, в принципе, до верного играли. Кингдом в первой игре тоже у нас просто разорвали Уэйдс. А в этой игре смотрится вообще не алло. Ну, Дроу Рейнджер 0-10. Как вам такое? 0-5 идет Абадон. Вроде бы танк. Вроде бы вообще. Герой, который не должен умирать по факту. И не должен давать убирать своей команде. Так тоже бывает. Ну что, у нас следующий матч. Это матч между командами Ньюби и Дрим Гейминг. Ворвемся на него в 17.00. 16 сет. Это 17.00 по Москве. 17.00 по Киеву. Вот, услышимся уже там. Пока что небольшая пауза. Не переключайтесь или переключайтесь на полчасика и возвращайтесь. Сейчас, я думаю, что какой-то ребродка запустим на нашем канале. Чтобы, в принципе, сильно далеко вы не расходились и посмотрели доту, не расслаблялись. Услышимся через 2-3 минуты или увидимся. Либо в записи, либо вживую что-то скажу. Не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Заходите в группу ВКонтакте. Подписывайтесь. Ну и канал на Ютубе тоже. Рады будем вас там видеть. Это студия Горком ТВ. У микрофона Друг. До скорой связи. Субтитры сделал DimaTorzok